МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый из нас представляет себе комфортный город по-своему. Лично для меня это красивые современные многоэтажки, чистые улицы, зеленые зоны, уютные парки, кафе, просторная Волжская набережная. Зона комфорта у каждого своя. Но прежде всего удобными должны быть места, где мы проводим больше всего времени. Дороги. Ежедневно работающие жители города в среднем проводят на дороге около 1 часа. При условии, что проезжая часть соответствует всем современным требованиям, это время можно сократить и сделать движение максимально удобным и безопасным. Неровный слой асфальта, нестандартные бордюры, недоделанные тротуары. Эти и другие недостатки можно увидеть даже на только что о ремонтированных дорогах. Все это фиксируют эксперты строительного контроля и общественники при приемке объектов. По поводу строй-контроля на данный момент есть вопрос. Это то, что когда заезжали, наверное, все заметили бордюр, то есть они его завысили, потом в момент укладки поняли, что где они это сделали, сейчас бордюр переделали, и когда будут на проспекте Ленина укладывать асфальт, они это заделывают данный момент. И такое же замечание по тротуару. Там в конце тоже бордюр меняли, потому что катком его повредили. Вот там, получается, мы можем видеть, сделали пандус для доступной среды, для СП-59. Но в итоге данный, так сказать, пандус привел к тому, что вся вода собирается и утекает в данное учебное заведение. Особенность этой дороги по улице Ильбекова – отсутствие ливневой канализации. Это создало дополнительные трудности. Подрядчик воддорстрой мог бы учесть это при ремонте, но не сделал этого, и сейчас уже вынужден устранять последствия. Будем решать сейчас, что с ним делать. Либо валики делать, либо каким-то образом ставить лоток и отводить в воду уже на газон. А по самому дорожному покрытию? По самому дорожному покрытию пока, в принципе, как таковых замечаний нет. То есть в момент стройки все устранялось, контролировалось. А по остальным параметрам проезжая часть вполне соответствует. Отремонтировали улицу в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы завершены еще на четырех объектах. По улице Тукташа работал подрядчик «Автодор». Обновили 330 метров проезжей части. Была по контракту замена верхнего слоя асфальтобетона по СП-16. Также замена бордюрного камня. И был ремонт тротуаров. То есть если мы видим, по правой стороне новый отличный тротуар. И по левой стороне. То есть все объекты у нас производятся, на всех объектах производится как ремонт проезжей части, так и прилегающих к автодороге тротуаров. И производится благоустройство с посевом газонной травы. Этот же подрядчик отремонтировал дорогу по улице Яна Ушика. Ну да, по сторонам машины поставить, где были кочки. По новой дороге стало удобнее ездить, как бы с детьми удобнее. Как бы очень нравится нам. Очень нравится и очень удобно. Я как раз каждый день на работу, туда-сюда, обратно. Очень приятно даже. С удовольствием. Также завершен ремонт дорог по улице Игнатьева и Кооперативная. С этого года мы 100% весь асфальт, верхний слой используем по новому ГОСТу. Это либо у нас СМА-16, либо по СП-16. То есть это более высокоощебеночный, с более высоким содержанием щебня асфальтобетон. Прочностные характеристики у него выше. Калея образуемость ниже. То есть он такой более устойчивый к нагрузкам. Гарантийный срок 5 лет. Качество проверяет строительный контроль. Работа строительного контроля заключается не только в том, что проверять дорогу, когда она уже отремонтирована, а именно контролировать в процессе строительства. От начала и до конца. То есть мы замеряем площади, которые выполняет подрядчик. Проверяем технологию укладки, чтобы все происходило в соответствии с этой технологией. Не было отступлений. Соблюдались температурные режимы укладки, подгрунтовки, количество литров на метры квадратные, чтобы уровни бортовых камней соответствовали ГОСТам. Общественники серьезных нарушений на участках не нашли. Но отметили, что даже малейшие недостатки подрядчики должны устранить за свой счет. Есть замечания, касающиеся удобства пешеходов, маломобильных групп населения. Есть где-то торчащие колодцы, которые, ну, где-то тротуар можно выровнять. Где-то можно сделать спуск для колясок. Такие вроде бы мелочи для заказчика-подрядчика, они оказываются в жизни неудобными и проблемой даже для некоторых групп населения. Собственники автодорог, муниципалитеты, скажем тогда, в нашем случае, приходят к тому, что лучше, чтобы таких моментов было меньше, заранее готовят проекты на серьезные объекты. Раньше предусматривалось только техническое задание, под которое уже подрядчик подстраивался. Техническое задание, там минимум требований нормативов, ширина полотна, толщина асфальтового покрытия. Такие вот моменты, которые можно прописать. Но оно не касается внутренних коммуникаций. В стадии ремонта еще семь дорожных объектов. Проспект Ивана Яковлева в Чебоксарах могут сдать на три месяца раньше, чем планировалось. Сейчас выполнено устройство дорожной одежды, проложены и перенесены инженерные сети, уложен верхний слой асфальтобетона на первом участке. На всем протяжении реконструируемого участка подрядчик строит тротуары, устанавливает светофоры, оборудует съезды. Приятным подарком станет проспект Ивана Яковлева. Его обещают сдать досрочно на три месяца. Подрядчики на объектах работают опытные, не первый год выполняют наши заказы, радуют, что не подводят. Реконструируются и ремонтируются дороги по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Благодаря поддержке правительства Республики и в Рео главы региона Олега Николаева большое внимание уделяется нашим городским дорогам. Нам поступают дополнительные средства, и появляются возможности в ближайшие годы подойти к 90-95% уровню нормативов безопасности дорог. В этом году в Чебоксарах благоустроят 35 городских площадок в рамках программы формирования современной городской среды. На ремонт дворов, проездов, тротуаров, строительство новых пешеходных дорожек и парковок, обустройство детских и спортивных площадок из республиканского бюджета выделена беспрецедентная сумма – 318 миллионов рублей. Обновят дворовые территории в каждом районе столицы. Представители общественных объединений, некоммерческих организаций и сами жители города тщательно инспектируют ход проектов. Мы видим то, что не видят заказчик и подрядчик. То есть обычный глаз обычного горожанина. Пришел, посмотрел, увидел, сообщил, где там трещина, асфальт неровный. Опыт у меня, конечно, уже есть. Подсказать, улучшить что-то, если они не заметят заказчик-подрядчик. Мы точно заметим. Сделаем так, что будет все исправлено. В целом контроль двухуровневый. Кроме общественной комиссии, за работой заказчиков и подрядчиков следят и председатели советов домов, на территории которых реализуются проекты. Они в первую очередь заинтересованы в качественном проведении работы. Они участвовали в принятии решения о включении этих проектов в программу. То есть они согласовывали, какие виды малых архитектурных форм будут в составе проекта, какие спортивные площадки, какие элементы благоустройства будут. Поэтому они будут тоже участвовать в общественном контроле. 72 миллиона рублей в этом году выделено на капитальный ремонт школы детских садов столицы Чувашии. Обновят более 88 учебных заведений Чебоксар. В их числе и школа номер два. Спортивный зал второй столичной школы не узнать. Исчезли маты, тренажеры, турники. Здесь вовсю идет ремонт. Завершили демонтажные работы и уже приступили к проектным. Уже сложили стены, кирпичные стены, которые возводятся. Их сложили, спланировали по проекту, что заложено. Замеры провели, дверных проемов, электромонтажные работы уже ведутся, отделочные работы ведутся уже. Площадь более 300 квадратных метров. Совсем скоро превратится в специализированный зал для единоборств. На его оборудование выделили почти 4 миллиона рублей. Во второй школе большинство учеников профессионально занимаются самбо. Многие из них чемпионы региональных и межрегиональных соревнований. Мы находимся второй год уже в очень перспективном, интересном проекте федерального уровня «Самбо в школу». Это значит, что наши ребята третьим часом физкультуры будут заниматься этим очень интересным видом спорта. Два года назад мы задумались об этом, набрали класс ребят, которые профессионально этим видом спорта занимаются и внедрили третий час физкультуры в этом классе. Раньше ребята ходили на занятия самбо в центр маунтинбайка. Вроде и недалеко, но все же через улицу. Теперь юные спортсмены будут повышать мастерство в специализированном школьном зале. Спортивное помещение отремонтируют в пяти чубоксарских школах. У нас основная задача и развитие материально-технической базы школы детских садов. А для того, чтобы можно заниматься уже не выходя из нашего общеобразовательного учреждения, не посещая, скажем так, секции в спортивных школах. И таким образом мы получаем полный день. То есть ребенок, который приходит, скажем, на занятия, а затем занимается уже в неурочной деятельности спортивными секциями. Ремонт должны закончить к первому августа. А значит, уже в новом учебном году дети смогут заниматься спортом в современных залах. В детской художественной школе Акциновых практически завершается капитальный ремонт. Обновили входную часть. В ближайшее время здесь установят пандус и вертикальный подъемник для маломобильных детей. В вестибюле идут отделочные работы. Скоро сделают потолок и освещение. Большая работа проведена по замене крыши. Новая кровля с обогревом. Это специальная технология по обогреву кровельного покрытия. Устанавливается обогревающая матыш для того, чтобы водосточная система круглогодично работала. Когда на улице температура минусовая, срабатывает автоматика и включается обогрев кровельного покрытия. И, соответственно, не скапливается снег, лед. Всего на ремонт выделено 6 миллионов рублей из республиканского и муниципального бюджетов. В прошлом году руководству школы удалось частично сделать ремонт внутри здания. В прошлом году нам были выделены 3 миллиона рублей, опять же, из бюджета города Чебоксары и республики. Мы заменили окна по периметру, по всему зданию. И был отремонтирован филиал, где занимаются младшие. Там, значит, проходил ремонт мягкой кровли, ремонт внешней отделки стен и внутренних помещений. Художественная школа Акциновых работает с 1989 года. В двух корпусах обучается около 700 детей. В сентябре в школе появится новое творческое направление. С нового учебного года у нас открывается еще одно предпрофессиональное направление – это декоративно-прикладное творчество. Ну и со временем, конечно же, мы бы хотели, чтобы появилась и компьютерная графика, возможная мультипликация, графический дизайн, возможно. Очень бы хотелось. К середине июля все работы завершатся. Всего в Чебоксарах в этом году отремонтируют три школы дополнительного образования. Бюджет города Чебоксары был и остается социально ориентированным. Поддержку получают те, кто больше всех в ней нуждается. Так, участникам и вдовам погибших в Великой Отечественной войне, о которых некому позаботиться, мэрия помогает делать ремонт в квартирах. Хозяйка этой светлой и уютной квартиры – участница Великой Отечественной войны Анна Константиновна Бычкова. Осенью ей исполняется 100 лет. В ее доме сделали косметический ремонт, поменяли обои, двери, линолеум. На это время родственники забрали Анну Константиновну к себе. Обновить квартиру помогла администрация города. В администрацию Ленинского района поступают заявки от участников ветеранов Великой Отечественной войны. По данным заявкам специалисты администрации выезжают на адреса, подготавливают смету. После этого мы закладываем бюджет города по выделению средств на ремонт ветеранам. Мы в основном ремонтируем квартиры одиноко проживающим ветеранам Великой Отечественной войны и их дом. Только за три прошедших года администрация Ленинского района города Чебоксара произведена ремонтная работа по 18 адресам. В квартире Сергея Александровича Тюмерова ремонт еще продолжается. Здесь полностью обновляют ванную комнату. При проведении работы мы согласуем все виды материалов с ветеранами, учитываем их мнение. Комфорт – это не всегда глобальные изменения, заметные для всех. Благоустроенность начинается с наших домов, подъездов, дворов, дорог, парков. А еще с нашего сознания. И тогда наш город станет комфортным для каждого. Редактор субтитров А.Семкин